Дорогие друзья, благодарим вас за помощь в создании программы. Ваши пожертвования – это наши новые выпуски. Дорогие друзья, благодарим вас за просмотр! О ближнем, о давнем, о главном и неглавном, за чаем с вареньем беседовать так славно! И истину вместе искать! И истину вместе искать! Здравствуйте, мои юные друзья! Я Михаил Гаврилович, в прошлом детский врач-хирург, а сейчас на пенсии. Хожу в храм, гуляю с моим псом Алтаем. А сейчас мы ждем наших друзей в гости. Это Вера и Фома. Они – брат и сестра, любознательные, добрые и веселые ребята. Мы вместе общаемся на разные темы, пьем чай и вместе находим ответы на вопросы. А вот и они! Алтайка, встречай! Здравствуйте, дядь Миша! Здравствуйте! Здравствуйте, друзья! Проходите! Что у вас нового? Доктор, да мне Вера опять покоя не дает. А в чем, собственно, дело? Все играет и играет на своей флейте каждый день. Второй год уже пошел моих мучений. Все уши прожужжало. Фомочка, ну я же не просто так играю. Я в музыкальной школе учусь, а дома мелодии разучиваю. Вера, я не против занятий музыкой, но иногда же и отдохнуть хочется. Фома, но ведь это же замечательно. Уверен, Вера многому научилась за то время, что ходит на занятия. Я стараюсь, дядя Миша, честное слово. Вот и вам хотела показать. Даже взяла инструмент с собой. О, как замечательно. Верочка, тогда, может, ты нам сыграешь что-нибудь? Мы с Алтайкой большие любители музыки. Сейчас. Только настроюсь немного. Фома, ну потерпи, пожалуйста. Уговорила. Ради тебя, сестренка, я готов. Отлично у тебя получается, Верочка. Спасибо, дядя Миша. Михаил Гаврилович, вы не подумайте, так-то я люблю музыку, но флейта это как-то не солидно. Ну что ты имеешь в виду, Фома? Нет, ну я понимаю фортепиано. На нем великие композиторы играли. Мы с вами говорили про них. Шостакович, Рахманинов или Арфа та же, как у царя Давида. Псалтир ты имеешь в виду? Да. С ней молиться и музыку серьезно исполнять можно. А кто на флейтах играет? А знаешь ли ты, Фома, что на инструменте, похожем на Верочкин, играл один замечательный святой, живший в двадцатом веке? Святой? Да. А еще писатель, поэт, ученый, философ и пастух. Пастух? Прям как царь Давид? Ничего себе. И он что, тоже пасовец? С самого детства. А чтобы было веселей, играл при этом на дудочке народные мелодии. Дядя Миша, а мы можем его игру услышать? А почему бы и нет? Алтайка, где наш чудесный ошейник? Мы с вами в Сербии. Сейчас лето 1887 года. Солнышко светит. Холмы зеленые. Красивые такие. А тут овечки пасутся. А вот и наш герой достает свою дудочку. Это балканская флейта. Ему на вид лет семь-восемь. А уже помогает родителям по хозяйству. Молодец. Да, вот это я понимаю, игра на дудочке. Такое ощущение, что ему даже птицы подпевают. Овечки и те, похоже, заслушались. Красиво. Я тоже так смогу, когда научусь. Обязательно. Возвращаемся. Доктор, расскажите нам, пожалуйста, поподробнее про этого мальчика. Он тоже где-то учился? С удовольствием. Только сначала чайку вам налью. И мне, пожалуйста. У меня как раз для вас угощение небольшое припасено. Это калачи с черносливом. Сербские сладости. Подарок от моего старого коллеги. Врача Милутина из Белграда. Какое снятие, ма? Вот это сюрприз. Вы рассказываете, Михаил Гаврилович. Да. Имя мальчика Никола. Родился он в селе Лилич. В многодетной крестьянской семье Драгомира и Екатерины Велимирович. Учился в школе при монастыре Челии. В шести километрах от дома. И, наверное, когда закончил школу, решил стать батюшкой, да? Да нет, Фома. Никола хотел стать защитником Отечества. Сдавал экзамены в военном училище в Белграде. Но не прошел медицинскую комиссию из-за слабого здоровья. Жалко. Кем же он тогда решил стать? Учителем. Поступил в духовную семинарию. Потом закончил ее с отличными отметками. И стал работать преподавателем в сельской школе. Уважаю. Дело нужное. Без учителей нам никак. Вот только семья Николы была небогатой. А зарплата учителя очень скромной. Поэтому молодому человеку жилось трудно. Что-то случилось? Из-за плохого питания и долгой жизни в тесной, сырой квартире он заболел туберкулезом. Как я уже говорил, Никола не отличался богатырским здоровьем. Жалко его. Тяжело, наверное, ему пришлось. Нелегко. Но именно эта болезнь сильно изменила его жизнь. А как это произошло? Случилось одно удивительное событие, которое... Простите, доктор. Но мне кажется, нам пора отправиться в путешествие. Вон Алтайка уже хвостом от нетерпения машет. Мы в больнице. Алтайка, подожди нас за дверь. Дети, заходим в палату. Только тихонько. Видите, на койке лежит молодой человек. Да, это тот мальчик, который играл на дудочке в горах. Только вырос с той поры, как мы его видели. Но какой же он худой. Бедненький. Бедненький. Отчаивается. Вроде бы ему стало полегче. Задышал ровно. Не будем ему мешать. Больной уснул, а нам с вами пора домой. Да, дела. Никола выздоровел, Михаил Гаврилович? С божьей помощью поправился. Болезнь отступила. И он стал монахом или батюшкой? Ну, не сразу. Как лучшего из преподавателей, его отправили учиться за казенный счет за границу. Сначала в Швейцарию, а потом в Англию. Получается, ему пришлось иностранные языки изучать, чтобы там учиться? Да, и не один, а целых три. Никола вообще любил знания, много читал, сравнивал, анализировал. Он закончил богословский факультет университета в Берни и философский факультет в Оксфорде. Это в Англии, да, доктор? Я слышал, что Оксфордский университет один из лучших в мире. Верно, Фома. К двадцати восьми годам Никола получил блестящее образование и стал одним из наиболее грамотных людей Европы. А домой он вернулся? Вернулся и сдержал свой обед. Принял монашеский постриг с именем Николай. Затем его рукоположили. Иеромонах Николай стал преподавателем в Белградской семинарии. Писал богословские книги. И на дудочке он больше не играл. Ну почему же, Верочка? Любил в свободное время помузицировать. Но его главным занятием стало служение Богу и своему народу. Значит, теперь ему больше не надо было никуда ездить из Сербии? Ошибаешься, Фома. Служение отца Николая порой требовало дальних странствий. В возрасте 30 лет он отправился в Санкт-Петербург на учебу в Духовную Академию. Получается, что у нас он нашел то, чего не было в других странах? Именно так. Изучал духовную литературу, жития наших подвижников, посетил многие святые места. И как мы, жил в России? Не просто жил, но очень полюбил наш народ, его культуру, вернулся домой, а спустя годы много помогал русским людям, оказавшимся в Сербии. Это как-то с революцией была связана, да, доктор? Мы недавно с папой фильм про русскую эмиграцию смотрели. Верно, Фома. Но это было немного позже. А в 1914 году началась Первая мировая война. И сербы оказались в самом ее эпицентре. Доктор, напомните, с кем тогда воевала Сербия? Мы это еще не проходили в школе. С Австро-Венгрии. Первую австрийскую атаку сербы отбили, но им пришлось очень нелегко. А что же, отец Николай, неужели остался в стороне? Нет. Он добровольно отправился на фронт, молился там вместе с солдатами, наставлял и поддерживал их, а все свое жалование отдавал для раненых. Настоящий герой, как те военные священники, про которых вы нам рассказывали. Герой. Но это были трудные годы. На помощь врагам пришла германская армия. Страна была оккупирована, а сербские войска ушли к Атриотическому морю. Многие погибли во время отступления. Какой ужас! А как же батюшка Николай? Он стал посланником Сербии в других странах. Его отправили в Великобританию. Убеждать англичан помочь сербскому народу в борьбе с врагами. А мы можем на это посмотреть, доктор? Обязательно. Тем более, что связано это с одной необычной историей. Сейчас 1915 год. Мы с вами в гайдпарке в Лондоне. Это место, где выступают ораторы. Те, кто хочет обратиться к людям с какой-то речью. Смотрите, вон какой-то человек стоит на небольшом возвышении, а вокруг него собираются прохожие. Ой, и здесь эта дудочка. Кто-то играет на ней. Да это же отец Николай. Он самый фомат. Решил сыграть на флейте, чтобы обратить на себя внимание англичан. Батюшка стоит посреди парка, играет на дудочке, а вокруг столько народу. Никогда такого не видела. Да и англичане не привыкли к такому зрелищу. Как я уже говорил, здесь обычно выступают с речами. Балканская музыка для них в диковинку. Закончил играть мелодию. А, люди аплодируют. А батюшка, похоже, собирается держать перед ними речь. Сербы – это христианский народ, который живет на Балканах и борется за свою свободу. Помогай нам, вы помогаете и себе, ведь мы воюем и за вас тоже. А что они кричат? Спасем Сербию, нашего союзника. Победу нашему королю. Так вроде бы. Все верно, Фома. Ты правильно перевел. Алтай. И что англичане вот так просто послушали батюшку проповедующего на улице и стали помогать сербам? Ну, не сразу, но на него обратили внимание в самых разных слоях общества. Отцу Николаю разрешили проповедовать в английских храмах. Послушать его приходили известные люди. Дядя Миша, а это правда помогло сербам? Многие узнали о страданиях небольшого православного народа, о бедах его армии. Союзники морем вывезли сербских воинов с побережья на остров Корфу, а позже на фронт в Грецию. А почему в Грецию? Сербия была оккупирована, а в Греции сербы смогли продолжить сражаться против врагов и с боями пробиваться на родину. А батюшка Николай вернулся домой? Да, но только через четыре года, когда война закончилась, и Сербия стала свободной. А вскоре его сделали епископом. Он служил в городке Охрид, рядом с красивым горным озером. Ну, теперь-то ему точно никуда не надо было ездить. Все-таки с его здоровьем это тяжело. Долгое время – да. Он молился, писал духовные произведения, восстанавливал храмы и много проповедовал. Люди называли владыку Николая новым златоустом. А, я помню, как вы нам рассказывали про Иоанна Златоуста. Да, и о том, как со всех концов Константинополя собирался народ, чтобы послушать святого. Наверное, и на проповеди епископа Николая тоже собиралось много людей. Собиралось. Но порой сербов занимала обычная мирская жизнь. И владыке приходилось напоминать им о том, как важно не забывать о вере. Неужели после таких испытаний и войн они могли забыть о Боге и не благодарить его за то, что настал мир? Бывала всякая, Фома. Многих тогда увлекла мысль, что они живут в Европе, что наступило время прогресса, что быть православным… Уже не нужно, да? Не модно и не обязательно. Владыка видел это и боролся за души людей своими проповедями. Часто они были крайне необычными по форме. Вот бы и нам такую проповедь увидеть. Думаю, можно. Алтай. Мы снова в Сербии. Недалеко от храма, в котором служит епископ Николай. А вот и он сам. Ой, надо же! Владыка Басой с разбойщенными волосами едет на маленьком ослике. Ха-ха! Да еще и задом наперед сидит. Вот это номер! Такого я еще никогда не видел. И люди так удивленно на него смотрят. Сосед, что это с нашим епископом случилось? Не знаю. Может, зачитался книгами и да совсем умом повредился. Я слышал от книг, и это бывает. Надо будет пойти в церковь, узнать, что там стряслось. Пойдем и мы за владыкой. Посмотрим, что это с ним. Алтай, перенеси нас немного вперед к концу воскресной службы. Дети, давайте зайдем в собор. Алтайчка, подожди нас тут у входа. Мы скоро. Ого! Сколько людей! Похоже, служба уже закончилась. Епископ вышел из алтаря, собирается говорить проповедь. Что, пришли посмотреть на безумного владыку? Больше ты вас в храм ничем не заманишь. Все у вас какие-то дела. Хотите жить, как европейцы? О заповеди божьей совсем забыли? Прости нас, честный владыка. Прости нас! Прости нас! Прости нас! Прости нас! Прости нас! Прости! Будем вместе молить Бога о прощении. Помоги нам, Господи, покаяться прежде конца. Помоги и спаси, Господи Боже наш! Тебе слава и хвала вовеки! Аминь! Возвращаемся. Вот так епископ напомнил людям о заповеди посвящать один день в неделю Господу. Да, и как видно успешно. Там полный храм народу был. А чтобы люди по всей стране хранили свою православную веру и традиции, владыка возглавил движение богомольцев. А что это за движение, дядя Миша? Ну, скажем так, люди собирались в общины на просветительские вечера, где читали Библию, общались на духовные темы. Прямо как у нас с вами, Михаил Гаврилович. Ну, почти. А еще они пили песни, многие из которых сочинил сам владыка. А можно и нам какую-то мелодию услышать? Мне так музыка нравится. Конечно. Кстати, одна такая песня на стихи епископа Николая хорошо известна и у нас. Думаю, вы ее сразу же узнаете. Сейчас поставлю. Конечно, доктор. Мы как-то ходили на праздник Святых Петра и Февронии. Там было выступление одного казачьего ансамбля. И эта песня звучала. Да, я помню. Этот праздник еще называют Днем Семьи и Верности. Там многие люди подпевали казакам. И мы тоже с мамой пытались. Ха-ха. Молодцы. Вот и владыка Николай поддерживал почитание святых в народе. Знаете ли вы, что в Сербии есть удивительный христианский праздник, которого нет больше ни у кого на свете? О, а что это за праздник, Михаил Гаврилович? Он называется Крестная Слава. День Небесного Покровителя Каждой Семьи. У одной это Святой Николай, у другой Святой Георгий, Архангел Михаил или другой святой. Небесного Покровителя Семьи? А у нас такого праздника нет. Дело в том, что когда в древности сербы крестились, каждый род взял себе какого-то святого, которого они особо почитают. Понятно. То есть, если бы я крестился первым и был родоначальником семьи, то... То твои потомки особо отмечали бы день апостола Фомы. Ха-ха! Да, мне бы это понравилось. Впрочем, я не первый в нашей семье православный человек. И что делают в этот праздник? Как шутят сербы, одна половина страны идет в гости, а вторая принимает гостей. Молятся, освящают праздничный хлеб, колочь, прославляют святого, садятся за стол с богатым угощением. Дядечка, Мишечка, а мы это увидим? Ха-ха-ха! Обязательно! Алтай! Мы в Сербии, в селении Готовоц, рядом с монастырем Жича, где теперь служит владыка. Сейчас лето 1940 года. Красивый домик и сад рядом. О, как много людей тут собралось! Добро дошли! Сречно слава, домочине! Алтай, что они говорят, а? Переведи нам, пожалуйста. Молим вас! Добро пожаловать! Со славы тебя, хозяин! Дай Бог тебе и святитель Николай! Угощайтесь, пожалуйста! По традиции на славу зовут всех родственников и друзей. Видите, хозяин встречает каждого гостя, предлагая ему кутью. У нас ее готовят на Рождество и немного вина. А гости ему подарки протягивают. Обычно хозяевам дарят красное вино, кофе и шоколад для детей. А вот и владыка Николай идет. Хозяин ему так обрадовался, поклонился. И этот, этот, как его, кулич вынес. А епископ хозяина благословил, обнял так крепко. Они к столу идут. Можно мы тоже заглянем тихонько? Ну что ж, давайте зайдем. Алтай, ты тихонько за нами иди. Только не хватай со стола ничего. Ой, сколько угощений! Чего тут только нет! И гости нарядные такие. Полный дом народу. Все помолились и теперь за стол сели. Хозяин с хозяйкой всех угощают, а сами не садятся. Так принято в Сербии. Гостей будет много. Одни отпразднуют и уйдут. Придут другие. Вот хозяевам и некогда присесть целый день. Ой, от такого праздника мы бы тоже не отказались. Насколько же здесь всякой вкуснятины. Хозяева долго готовились, ведь они ждут этот праздник целый год. Ну что ж, все посмотрели. А теперь давайте домой. Алтайка. Проголодались, наверное? Еще как. В такие гости ходить надо подготовленным. Ну тогда у меня для вас небольшой сюрприз. Вот эти блинчики с ореховой начинкой берите и рахат лукум из коробочки. Прямо как там за столом. Вкусно. Ну, вы же знаете, я люблю готовить и угощать гостей. Впрочем, как и многие люди. А тем временем для Сербии настали трудные времена. Война, да, Михаил Гаврилович? В 1941 году Гитлер захватил Югославию. Так называлось сербское государство в те годы. Да, беда. А что же сербы, неужели они сдались? Не все, Фома. Многие патриоты скрылись в горах и вели борьбу против оккупантов. В ответ на это нацисты расстреливали простых людей как заложников. Сотню за одного немца. Какой ужас! А как же владыка Николай? Епископа Николая арестовали и отправили в ссылку в монастырь Любастиня. Но он и оттуда поддерживал сербский народ. Как же ему это удалось, доктор? Владыка сам пришел к немцам и сказал, если вы убиваете моих прихожан, то стреляйте и в меня, их духовника. Смелый поступок. Не зря он в военное училище хотел поступать. Он настоящий герой. А его за это не арестовали? Владыку перевели под надзор в монастырь в местечке Панчево. А потом вместе с другими духовными лицами отправили в концлагерь Дахау. В концлагерь? Это где людей убивали, да? Да, Верочка. Лагерь называли частью ада на земле. В нем томились узники разных национальностей. поляки, греки, сербы и русские. И было много православных священников. Как же они там выживали, дядя Миша? Это было трудное время. Но молитва помогала узникам. Владыка писал на волю послания, утешая многих людей, и молился за свой народ. Ничего себе! Мало того, что выживал сам, так еще и других утешал. А мы можем это увидеть? Конечно, Алтай. Мы с вами в концлагере Дахау в Южной Германии. Сейчас январь 1945 года. В этом бараке живет епископ. Да, мрачно тут, как-то зябко. Владыка Николай стоит в полосатой одежде. Как он постарел. А глаза такие же добрые. Смотрите, он присел на краешек скамьи, достал клочок бумаги и что-то пишет. Чужая земля самая удобная для воздыхания пред тобой, Господи. Неволя лучше всего способствует покаянию. Темница превосходнейшая молельня, страдания, кратчайший путь к тебе, всесильный создателю и отче наш милостивый. Тяжело ему, но он держится. Ты всеведущий все это знаешь, посему и попустил ты все сии беды на нас грешных, дабы, пройдя через бичевание, ржавое железо наших нравов превратилось в сталь, а уголь в алмаз. Он что, благодарил Бога за все эти испытания? Получается, что так. Епископ Николай не унывал в самых трудных условиях, и когда война закончилась, его послание из окна темницы издали отдельной книгой. Понятно. Когда будет время, обязательно прочитаю. А после войны Владыка вернулся домой, в Сербию? К сожалению, нет. К власти пришли коммунисты и запретили ему въезд в страну. Пришлось пожилому епископу вновь отправляться в странстве. Сначала в Англию, а потом в Америку. Да, вот так судьба. Всю жизнь скитался. Думаю, в этом был божий промысел. Владыка Николай много писал и проповедовал. А из-за вынужденной эмиграции его книги стали читать во всем мире. Но на родине они были запрещены. Но как же так? Ведь он столько для своего народа сделал. Коммунистические власти начали гонение на православную веру. Десятки тысяч людей были расстреляны, посажены в тюрьмы. Имя Владыки Николая постарались вычеркнуть из жизни сербов. Ну, разве так можно? Как же он сам это пережил? В Америке Владыка Николай очень скучал по своей родине. Может быть поэтому ему были особенно близки русские эмигранты. Да, я помню. Это те, которые вынужденно уехали из России после революции. Владыка преподавал в русской семинарии, наставлял будущих пастырей. И что он им говорил? Блаженны вы, плачущие ныне с России, ибо с нею и утешитесь. Блаженны вы, скорбящие сегодня с Россией, ибо с нею и возрадуетесь. Какой молодец! И нашим людям помогал и сам не унывал. А когда ему было особенно тяжело, епископ приходил в гости в одну семью, члены которой много лет прожили в Сербии, но были вынуждены оттуда уехать. Наверное, они напоминали ему о доме. И что они делали? Готовили блюда сербской кухни, справляли праздники, пели народные песни, а однажды сделали очень дорогой для сердца владыки подарок. Не рассказывайте, не рассказывайте, дядь Миша, мы должны сами это увидеть. Обязательно. Сейчас 1955 год. Мы с вами в местечке Саут-Кейнен, в штате Пенсильвания. Здесь расположен русский Свято-Тихоновский монастырь и семинарий. А вот и владыка идет со своим другом по парку. Ой, он совсем состарился. Владимир, я так скучаю по нашей милой матери Сербии. Понимаю вас, владыка. Мне самому пришлось сначала уехать из России после революции, а теперь из Белграда. Дома у меня всегда была флейта, и когда мне было грустно, я играл на ней наши национальные мелодии. Это мой самый любимый инструмент с детства, но теперь у меня ее нет. Владыка Николай, как раз недавно ваши духовные чадо прислали для вас посылку, и там было вот это. Это такая же флейта, как мы видели раньше. Вот это да! Владыка обнял этого Владимира, взял в руки дудочку и заиграл. Спасибо, брат Владимир. Я снова почувствовал себя как дома в Сербии. Возвращаемся. Ну вот, Фомочка, видишь, как это звучит? Согласен, сестренка. Признаю, твои занятия нужное дело. И флейта замечательный инструмент. Рад за вас, мои друзья, что вы поняли друг друга. Дядя Миша, а Владыка Николай, он так никогда на родину и не вернулся? Увы, при жизни нет. Но сербы помнили о своем любимом епископе. В день его смерти, несмотря на запреты, по всей Сербии раздавался колокольный звон. А когда скончался Владыка Николай? Через год после того случая, который мы с вами увидели. А, Владыка, он, его похоронили не в Сербии, но раз он жил в Америке. Как я уже говорил, он очень скучал по дому и хотел, чтобы его тело покоилось в родной земле. Прошли годы, закончилась эпоха коммунистов в Югославии и... И останки епископа вернули на родину, да? В 1991 году в Белград торжественно прибыли мощи святителей Николая. Их встречал сам патриарх со священством. А раку поместили в монастыре города Лилич. Это там, где учился Владыка Николай? Именно. А вскоре начались чудеса от мощей святого. Святого? Значит, Владыку прославили? Почитать его стали еще при жизни. А прославили святителей Николая в мае 2003 года. Сначала в сербской, а потом и в русской церкви. А мы можем на какое-нибудь из этих чудес посмотреть? Конечно. Думаю, одна история вам будет особенно интересна. Мы в городке Лилич, рядом с храмом святителя Николая Чудотворца. Смотрите, этот молодой человек идет поклониться мощам святого Николая сербского. Пойдемте и мы за ним. Конечно. Алтай, подожди нас у входа. Смотрите, ребята, вот он. Стоит на коленях перед гробницей, молится. Владыка Николай, у меня все получилось. Дело идет хорошо. Скоро я стану самым богатым в нашей округе. Спасибо. Он что-то достал из кармана и положил прямо на раку сверху. Ой, это деньги. Целая пачка. Много. Смотрите внимательно на этого парня. Встал, перекрестился, пошел на выход. Перед дверью остановился, хлопает себя по карманам. Похоже, ищет что-то. Что такое? Не может быть. Я же только что оставил эти деньги на гробнице владыки Николая. А они опять у меня в кармане. Ой, он так испугался. даже побледнел. Буквально выскочил из храма. Пойдемте и мы. Дома все расскажу вам. Алтай. Подождите, что-то я не понял. Он же эти деньги пожертвовал. Как же они обратно к нему в карман попали? Пожертвовал. Только вот владыка Николай этот дар не принял и деньги ему вернул. Ну, почему? Все дело в том, что они были заработаны преступным путем. И когда святой вернул их молодому человеку, тот очень испугался. А через месяц сам пришел в монастырь на исповедь. И раскаялся. И деньги больше преступным путем не зарабатывал? Никогда. А еще по молитвам святому парень работу хорошую нашел. Вот это да. Надо эту историю запомнить. Когда подрасту и понадобится начать дело или найти работу, буду знать, кому помолиться. Это верно, Фома. В России многие люди почитают святителей Николая Сербского, молятся ему, а еще читают его книги. Кстати, одна из них у меня была где-то припасена. А вот и она. Держи, Фома, почитаешь на каникулах, как будет время. Житие святителя Саввы Сербского. Автор святитель Николай Велимирович. Спасибо, доктор. Это была очень интересная беседа и путешествие в Сербию. Спасибо, дядя Миша. А нам пора домой. До свидания. До свидания, Михаил Гаврилович. До новых встреч, друзья. Храни вас Бог. Вопросов недетских скопилось очень много у Верочки и у Фомы. Ответить непросто, заглянем по-соседски к знакомому доктору мы. О тайном, о вечном, о личном и сердечном, о жизни, о вере, о мире бесконечном мы спросим опять и опять. О ближнем, о давнем, о главном и неглавном, за чаем с вареньем беседовать так славно и истину вместе искать. И истину вместе искать. Этот и другие выпуски энциклопедии «Вопросы Веры и Фомы» вы можете бесплатно послушать и скачать на сайте дети.радиовера.ру и на странице программы в социальной сети ВКонтакте. ВКонтакте.